Всем привет, дорогие девочки! Мы сегодня с вами находимся в чисто канадском магазине, который называется... Забыла. Саймонс. Это магазин французской части Канады, ну вот Клюбек, да? Там, где живут франкоговорящие канадцы, это их магазин. И я сюда иногда хожу с вами. И здесь вещи немножко отличаются от обычных вещей во всех остальных там масс-маркетах или в других магазинах. Ну вот вы видите, да? Прямо сразу я вам и демонстрирую, как отличаются-то. По чём это? Красота по 90 долларов. Видите, такой лифчик без галтер. Топик. Вот здесь как бы всякие разные... Ну, сейчас здесь есть нормальная одежда. Я просто сразу зашла и вот попала вот на такую вот офигенную красоту за 180 долларов. Посмотрите, какая красота. Это уже к выпускным, что ли? Или к чему? Вроде праздники кончились. К чему это всё вот это вот, вот эту красоту понавешали, я даже не знаю. Тоже по 180. Так, ну ладно, это мы всё оставим пока. Платье почти невесты. Почти невесты. Пойдёмте в нормальную одежду. Люблю я зайти в такую необычную. Здесь написано, что это распродажа. Вот ещё вам всё только покажу. Вот это вот нечто интересное. Боже мой, сколько оборок. Значит, сзади вот такая голая спина. Сзади голая спина. Вот это воротник. И вот это вот оно всё такая, как ёлка. Только чёрного цвета. Сколько такая красота стоит? Я надеюсь, она на распродаже. 40 баксов всего лишь. А была 129. Вы представляете, за 40 долларов можно купить и наряжаться ёлкой. Только покрасьте её в зелёный цвет. И всё будет окей. Так, всё, я не смотрю никакие блёстки. Я смотрю просто вещи, которые здесь... Ну, видите, вот здесь на распродаже много вот такого ещё блёсточного перьевого. Вообще за тридцатку. Такой цвет плохой. А стоило сотню. Посмотрите, какие пёрышки. Ну, это уже, конечно, остатки-остатки-остатки от новогодних коллекций. Вот это уже, наверное, новые вещи. Да, по 129. Ну, в общем, это всё такое вечернее... Вечерние выходные, оборочки, цветуёчки. Красиво, нет сил. Вот здесь большая распродажа. Мы в неё даже не знаю, если пойдём. Так как вот какие зелёные блёстки с голой спиной. За тридцатку, представляете, можно купить вот такое вот платье. Ой, это даже комбинезон. Ну, в общем, блёстки мы оставим в покое. Здесь, кстати, большая распродажа и обычной одежды. Смотрите, симпатичные кофточки. Мне кажется, что я их видела в сезон. Кардиган за 40 баксов. Смотрите, какой симпатичный. Он без пуговиц. И вот такой с вышитыми цветочками. Вышитые цветочки 40 долларов. А стоил 90. Просто, представляете, какие хорошие скидки. Ну, здесь вообще много свитеров. Вот такой полосатый уже всем надоевший. Я в него, кстати, в таком же почти сегодня пришла. Я не знаю, если я буду делать примерки. Но, может быть, за 10 долларов брюки. Смотрите, какие классные. Или вот такие за 20-ку. Представляете, какие цветочки. Ой, это юбка даже такая серебряная, космическая. И вот за 20-ку. А стоило сотню. Вот такие вот космические брюки. Прям реально классные. Что тут за размер? Давайте посмотрим. Мидиум. Ну, медиум мне маловато, конечно, наверное, будет. Мне надо было бы ларч. Ну, в общем, здесь много симпатичных, очень недорогих уже вещей. Вот, кстати, джинсы. Посмотрите, какие прикольные. Джинсы вот с таким вот вывернутым вот этим вот поясом. За... Стоили 100 сейчас 40. Ну, сделаны не очень, если честно. И это 34 размер. Мне маленький. Но такие неаккуратные. Нет, мне не нравятся. Вот интересное платье под именем Лена. Смотрите, какая парча. Парча 129. Коротенькое платьице. Нарядненькое. Под названием Лена. И вот есть такое же розовое. Тоже по 140. Только оно уже вот с бантиком, с вырезом. Ну, такое. Мальвина. На Мальвину или на эту, как её? На Барби. Вот такая вот крыса там. Интересные вещи, видите. Мне нравятся вот эти расцветки. Такой, как будто бы под старину. Под старинный. За 130. Под старинные, как будто губеленные обои. Но обычно в такой расцветке присутствуют люди. Какие-то сюжеты. А здесь, видите, животные. Какие-то кустики. Флора и фауна. Вот такой же расцветки. Есть такие тонкие. Блузы. Есть вот такие рубашки. Атласные. И вот тоже за 100 долларов. Немножко другая расцветка. Немножко другая расцветка, но тоже такая охотничья, скажем так, тематика. Очень интересные цвета кардигана. Здесь вообще очень много всего. Зеленая тема. Зеленые кардиганчики. Здесь, кстати, очень неплохие есть сумки. Давайте сходим. Я всегда здесь хожу по одежде. Давайте сходим в сумки. Сходим в сумки в украшения. Здесь есть. Какая интересная. Такая за 100 баксов. Этническая тема. Связанным таким вот набалдашником. На белой рубашке. Интересная вещь. Здесь вот аксессуары, пояса. Так, смотрите, какие. Интересные за 50 долларов. Есть с черными камнями. Есть с... Ну, камнями. Не камнями, конечно, но как бы было так. Есть с голубыми под березу. Вот такой вот пояс как в поиске. С такой вот пряжкой большим. Шляпы, очочки. Но это уже у нас идет летняя тема. Двигаемся к лету. Все-таки здесь, кстати, много уже таких летних весенних вещей. И это классно. Ну что, вот такие вот обычные шопперы. Кожаные за 175 долларов. Что это за бренд? Это какой-то их бренд. По-моему. Называется ее ник, что ли. Такого называется. Это 185 долларов. Есть черные, бежевые и такие цветы Camel. Очень базовые. Замшевые сумки. Очень неплохие, кстати. За 195. 195. Есть вот такие вот. Тоже Camel и коричневые. Вот эти прям красивые. Прям такая хорошая, базовая вещь. Без всяких фокусов, но интересные. Так, за 130 долларов плетешки. На ощупь не скажешь, что кожаные. Но цена. Вот такие большие есть шопперы. А есть вот такие поменьше. Сейчас я посмотрю, если это кожа. Там, я так понимаю, внутри вот такой вот есть, ну да. Вот такой вот есть паучка. Вот такой кошелек. И вот внутри оно просто таким мешком. Я сейчас посмотрю, если это кожа. Нет, вы знаете, не кожа. Ну, 130 долларов, конечно, для кожи слишком дешево. Но симпатичные цвета, хорошие. Такие вот сумочки. Значит, 69. Понятно, что не кожа. Но вот я люблю такие структурированные сумочки. И вот такая вот черная. У нас можно по цене. Если под 200, значит кожа. 79, значит не кожа. Если меньше 150, значит не кожа. Даже можно и не искать. Вот плетёжек этих понаделали. Вот уже. Чтобы уже всем было, да всем досталось. Так, очень модные в нынешнем сезоне вот эти вот сумки из ткани баллоневые. Такой красивой простёжки. Это значит вот такой вот простёжки в клеточках. Тоже очень модный. Очень модный фасончик. Почём они у нас по 60. Ну, дешево. Нормально, большие. По 79, по 80. Здесь есть немножко люкса. Видите, вот Сибай Клоя. Вот такие. Сумки Босс. Это вот тот самый Босс или это какой-то другой компаний. Так, вот эти маленькие Сибай Клоя. Маленький кошелечек 525. Сверху вот эта сумочка 670. Босс. Босс, босс, босс. Вот такая вот. За 350. Ну, вот это вообще интересная, кстати. Прикольная сумка. И они как-то всё-таки отличаются от всего того ассортимента, который есть у нас во всех магазинах. Не этот самый, который Кельвин Кляйн, Томми Хиллфигер, Майкл Корс. Все вот эти вот надоевшие бренды. А довольно интересные. Ну, очки, конечно, обычные здесь. Не брендовые. Так, украшения. У них когда-то были неплохие, симпатичные. А сейчас, ну, вот эти вот бусы ничего такие. Бижутерия. Тяжёленькие такие. Я думаю, что это стёклышки. Стёклышки. И вот к ним есть серёжки такие же. Интересные, неплохие. 39. Вот эти интересные. Кстати, у меня есть похожее колье из Зары. С такими же вот листиками. Может, мне купить их? Почём они? По 15. Вообще дёшево, я бы сказала. У меня просто они подходят к моему колье. Вот эти интересные. Смотрите, какие красивые. Эти мне прямо нравятся. Почём они? Тоже по 15. И видите, они только одни. Здесь интересные такие серьги. Вот эти прям классные, красивые. Смотрите, какая очаровательная. Хоть не винтажная за 40 долларов, но очень симпатичная брошка. Есть вот такие. Красотка. 59. И есть вот такая вот птичка маленькая. Тоже симпатяга. За 40. Вот очень интересные бусы я здесь нашла. Смотрите, какие прикольные. Это не камни, конечно, но очень интересно сделаны. Наверное, это пластик. Может быть, это... Нет, тоже пластик. Но смотрите, какие интересные. По чём они? По 60. Дорого, конечно, но... В принципе, для крупных женщин. Посмотрите, как красиво. Очень интересные. Вот здесь вот чёрные бусины. Смотрите, вот интересный стенд. Конечно же, мой глаз выхватил вот такие серьги. Довольно красивые, хорошо сделаны, довольно качественно. Потом мой глаз выхватил вот такие серьги. Очень модной формы сейчас. Вот эта вот капелька. Только металлические сейчас они. А вот эти вот, видите, интересные они. Разноцветные. За 20 долларов они на сейле. И они есть ещё вот такого бордового цвета. Шоколадного, вернее, да? А вот смотрите, что я вам покажу. Совершенно интересные, необычные, разные колготы. Во-первых, они цветные. Во-вторых, они, как вы видите, с такой текстурой по 20 долларов. 20-ка, недёшево, но очень модные сейчас, разноцветные. Посмотрите, есть зелёные такие вот. Такой рубчик, я бы сказала. Есть сиреневые в точечку. Вот, кстати, вот нигде у нас нет в магазинах вот таких колгот. Вот только здесь. Вот я даже не знала, что за такими колготами нужно идти вот в этот магазин. Смотрите, какие интересные. Со звёздочками. Вот они на сейле за 10. Вау. Прям дёшево. Есть просто цветные, просто такие вот капроновые колготки. Синие. О, есть красные, девочки. Так, здесь мне что-то мешает. Но есть, вот, посмотрите, какие прикольные. Прям ярко-ярко-красные. Девочки из Канады. Кто не знает, в магазине Саймонс продаются разные, разнообразные, цветные и белые. И вот такой, вот, вот такого качества выделки. В общем, здесь что угодно в вашей душе. Вот, посмотрите, какие. Эти за 17. А, они на сейле у них. Они были 25, а сейчас они 17. Вот такие. Если кто сильно такой, знаете, вот, смелый, фэшн-смелый человек. Вот такие вот капроновые колготы. Но есть таких однотонные, но ярких, красивых цветов. Вот я не знала, девочки. Вот теперь я буду знать, куда мне идти за смешными цветными колготками, если вдруг мне захочется. Тут у нас Моримека. Это, наверное, единственный магазин, в котором продаётся Моримека. Моримека в Канаде, значит, цветорог 415. Платье страшные расцветки 490. И чёрно-белый такой худи за 370. Всё такое какое-то... Чё-то такое оно не очень какое-то. Расцветка такая. Вот это ничего. Симпатичный цветорог за 455. Это такая 255, как будто бы такая майка с длинным рукавом. Футболка. Вот это реально футболка с коротким рукавом за... Фиг его знает сколько. Ну, в общем, думаю, долларов 250. Курточки у Моримека. За 455. У Моримека совсем немного. И вот юбка красивая, кстати. У Моримека немного совсем. Вообще в Канаде их никто не знает. 395. Их особенно никто не покупает. Ну, и как бы... Так, здесь дорогие всякие у нас вещи. Дорогие фирменные брендовые. Брендовые. Брендовые за 199. Был 495. Это у нас маски на джинс. Вот такое платьице. Ничего себе симпатичное. Здесь есть очень красивые вещи. Попадаются за 825 долларов платье. Компании вот такой. Выглядит оно вот так. Так. Красивое платье. Интересно сделано. Видите, как оно все прицеплено? Вот с такими вот прищепками. Прищепка вот прицеплена вот к такой вот машинке. Ну, просто так. Чтобы не сперли. Вот красивое платье. За 650. Тоже все, видите, вот с этими проводками. Жакетик. 725. Жакетик. Цены, девочки, смотрите, я вообще даже не... Ну, как бы, я не удивляюсь. То есть у нас такие цены, да. Красивое какое-то платье. Вообще очень много всего летнего. Это компания Stout. Очень красивое платье за 425 долларов. Очень красивое платье. Прям очень. Это, видимо, селф-портрейт. Я узнаю его. Милого по походке. 595. У них все вот это вот... Это была их фишка. Вот эти вот кружевные вещи. И они продолжают шить. Оно пищит, потому что я его трогаю. Вот такое голубое платье. Да, видите, вот селф-портрейт. Так называется. Красивое голубое платье. И вот такие вот жакетик с юбкой. Жакетик за 525. И юбочка. Какое красивое платье. Пол Смит. Прям красивущий. Красивый тоже пиджак. За 850. Как интересно он сделан. Посмотрите, у него такие карманчики. В клеточку. Боже мой, он все пищит. Потому что я хожу мимо и трогаю. Сейчас меня арестуют. Наверное. Шутка. Смотрите, платье Хуга Босс. Такое. Классическое, серьезное. С какой-то тоненькой сопливой. Сопливой трикотажей. За 445. Как мне реально надоелся. Телефон не фокусируется. Вернее, он фокусируется. Но его нужно сначала сфокусировать. А потом снимать. А если снимаешь, а потом пытаешься сфокусировать, он не работает. Ну вот, пожалуйста. Айфон 14. Так по-дурацки сделан. Еще одна Хуга Босс. Боже, какого цвета она. 395. Платье красивое. Это я здесь. Платье красивое. Ну, такого цвета, девочки. Ну, не знаю. Не знаю. Мало кто решится на себя такое надеть. А вот это платье очень красивое. Прям мне очень нравится. 845 доляров. И реально очень красивое платье. Вот интересно, что эти платья не пристегнуты вот так замками к стенке. Хотя они стоят дороже. Посмотрите, какое красивое платье. Прямо очень. Наверное, шелк. Это тоже нарядное. Это тоже Хуга. Видите, у него сзади сделана вот такая цепочка на спине. А в чем она? 450. Интересный фасон здесь какой-то. Видите, в боках такие складки. И жакеты. Хуга Босс. Характерно такой-то заплаткой на спине. В чем она? Хуга Босс жакетик. 495. Голубого цвета. По цвету вот этого вот платья. И там брюки такие же висят. Все такое голубое. Это уже, наверное, весенняя коллекция. Смотрите, какое уже летнее платье. Кстати, такие брюки мне нравятся с пуговицами. Очень даже нравятся мне они. О чем они у нас? 125. Вот такие люблю. К ним вот такой вот есть жакет коротенький, маленький. Белая юбка, зеленый жакет. Ах, красивый какой цвет, девочки. 150. Офигитесь. Просто офигительный цвет. Жакета. И вот так вот с белой юбкой. За 89. Это просто вместе было бы великолепно. Смотрите, здесь еще есть очень интересный молодежный отдел. Вот я забрела сюда. Смотрите, какие симпатичные свитера. За 60 долларов. Вот такой с телефончиком. Это, я так понимаю, отдел для молодежи. Видите, он так называется? Твик. Здесь в основном, конечно, джинсы продаются, как вы видите. И вот такой вот, например, интересный свитер с розовым, с джинсовыми рукавами за 80 баксов. И вот такой вот интересный. Смотрите, как будто бы за 70 долларов. Очень прикольный. Прям мне он очень нравится. С машиной, пустыня, кактусы. И вообще не очень-то и дорого, кстати. Ну и тут всякие симпатичные лимончики, цветочки. Смотрите, какие кофты с такими вот тюльпанами. Я очень люблю такое. Очень прям люблю, да. За 100 долларов. Ну, дороговато. С лимонами. Такая же вот штука с лимонами. Кстати, это был писк вот в том сезоне. Вот такая же штука с цветочками накладными. О, они как раз на селе за 70. Ну, не знаю. Такое больше молодежное. А, есть они еще, видите, в виде... Есть как кардиган, а есть вот просто как свитер. И вот такой же тоже свитер, такого же типа с сюжетом. Видите, пальмы, солнце, чайки. Прям вот это мне очень тоже нравится история. Вот. А так-то тут все молодежное. Есть распродажа. Где есть совершенно бесподобные золотые... За тридцатку золотые штаны. Карго. Ну, это, конечно, очень молодежная тема. И вот серебряные тоже есть, такого же типа. Серебристые штаны. Тоже за тридцатку. Они с такой тоненькой тканью. Ну, в общем, космические, короче. Космическая тема. Смешной свитер на сейле за 40 баксов с собачками. Смотрите, какой прикольный, да? Здесь очень много свитеров на распродаже. Вот именно в этом молодежном отделе. Они все по 30 баксов. Ну, и, наверное, все, девочки. Я опять приближаюсь к каким-то пальто. Наверное, я на этом закончу. Здесь уже пальто-плащи, пиджаки. Это уже такая весенняя тема. Здесь распродажи на пуховики. Пальто-пуховики все уже на распродаже. Но есть такие, которые и за полную цену. Это более осенние. Весенние, вернее. Те зимние, теплые. Они уже на распродаже. А вот эти за 175 довольно дешевые. Но они тоненькие такие. На весну. Видите, тонкие. А, кстати, Коламбия у них здесь продается. Это очень хорошая компания. 210 долларов. Вот такой тоненький пуховичок. У них специальная внутри вот такая вот подкладка. С специальным таким затеплением. В общем, дорогая, хорошая компания. Я думаю, что на этом мы с вами закончим сегодняшний обзор. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Что у нас продается. А с вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok